В полтора раза больше нормы. Высота сугроба в Подмосковье достигла отметки 41 сантиметр. Что для детей радость, то для коммунальщиков и дорожников большая нагрузка. Жители в соцсетях и на портале Добродел нередко пишут, что с ней службы не справляются. Обращают внимание на горы снега во дворах и в общественных пространствах. Сейчас, я уверен, у нас основная проблема в этой части связана с нехваткой дворников, отчасти водителей в наших предприятиях. И, конечно, об этом вопросе нам нужно думать в первую очередь. Где изыскивать и привлекать на работу дополнительные силы. По регламенту, в первую очередь, от снега очищают проходы и проезды. Параллельно с этим на улицы выезжает подметающая техника. Сложнее всего с парковками во дворах. Они никогда не пустуют, поэтому доступ туда ограничен. Чтобы ситуацию изменить, в соцсетях стали размещать планы уборки. Результаты этой работы уже есть. За вчера мы получили порядка, но немного пока, 10 звонков старших по домам, которые готовы освободить двор от техники. Мы с ними об этом договариваемся. И, соответственно, на определенное время, когда технику выгоняются двора жителей, мы приезжаем и очень оперативно убираем двор. Но и кадровый вопрос остается открытым. В Москве зарплата больше, поэтому сотрудники коммунальных служб переходят на работу в столицу. В планах повысить уровень оплаты труда, чтобы сохранить действующих сотрудников и привлечь новых. И, соответственно, по технике, Андрей Иванович, мы сейчас арендуем 30 дополнительных единиц на ежедневной основе. То есть это 15 самосвалов, 15 погрузчиков. Есть вариант увеличения их в два раза, этого парка. В полтора точно абсолютно можно увеличить сразу. Порядок на автомобильных дорогах округа наводят 84 единицы техники. В самые сложные дни снег вывозят не менее 30 самосвалов. Их подрядная организация арендует за собственные средства. Для чего это привлекается? Потому что, особенно, допустим, по сегодняшнему дню, у нас большая проблематика. Это ветер, переметы и так далее. Сегодня, допустим, по прогнозу, который нам дал ЕДДС на сегодняшний день, порыв ветра будет достигать 17 метров в секунду. То есть в переводе на километр в час это порядка 60 километров в час. Соответственно, дороги там каждые два часа вынуждены пробивать, иначе это будет недоступность для движения транспорта. По итогам совещания глава округа дал поручение особое внимание обратить на работу МОЗ «Автодора». Потому что чаще всего жители жалуются на содержание дорог и вывоз снега на подведомственной ему территории.